Ожидаете ли вы действительно полного закрытия неба над Украиной? Подчеркнула, что она ведет исключительный тип войны, террористический тип войны против гражданского населения, масштабный тип войны, то есть обстреливая всю территорию, не просто линию фронта или где-то рядом и так далее. Сегодня Россия нанесла удары, умышленные удары по гражданским. Соответственно, это резко ускоряет наши переговорные процессы. Мы уже получили в телефонных разговорах, господин Зеленский получил полное заверение от наших партнеров в том, что необходимо масштабировать военную помощь, масштабировать и ускорить ее максимально, и главное, закрыть над Украиной небо. Это ключевой параметр в сегодняшний день в этой типе войны. Михаил, ну давайте с первого вопроса начнем, который касается сегодняшних ударов. Есть ли информация более точная, какое количество жертв и насколько сильно повреждена инфраструктура, другие объекты, которые попали под удар? Ну, на сегодняшний день несколько волн было ударов. Это утром в час пик был удар в час утреннего пика. В общей сложности более 100 крылатых ракет и, соответственно, беспилотников категории «Шахид», имеется в виду беспилотников и так далее. Нанесены удары по 16 городам или, может быть, даже больше, если мы берем не самые крупные, а еще и некоторые мелкие города в областных центрах, то, соответственно, на сегодняшний день 20 городов были под прямыми ударами. В основном удары наносились по центрам городов, вы правильно сказали, абсолютно никто не скрывает, это не военные объекты никакие, иногда это даже не объекты какой-то инфраструктурного значения. Это удары просто по центру городов, там, где находились и детские площадки, и школы, и люди как раз шли туда и так далее и тому подобное. В общей сложности пока трудно до конца, конечно, сказать, сколько людей погибло, там более 10 человек уже погибло, да, то есть более 100, ну, в районе 100 человек — это те, которые так или иначе пострадали, которым оказывается помощь. Но тут вопрос в другом. Это, понимаете, это такой каскадный удар, он должен был состоять из нескольких частей. Первая часть, то есть из трёх волн каждый удар наносился большим количеством ракет. Вот первая волна должна была перегрузить нашу систему ПВО для того, чтобы вторая и третья волна ударили как раз по центру города, чтобы точно попала куда-то до ракета. И третий удар — это как раз по объекту критической инфраструктуры, ну, в частности, в основном, это энергетические объекты, это ТЭЦы, это трансформаторы, которые городские. И это, соответственно, попытка обесточить максимально жёстко, обесточить в преддверии холодной погоды, максимально жёстко обесточить наши города. Михаил, подскажите, пожалуйста, сегодня было несколько сообщений о том, что якобы Россия планировала такие массированные атаки сильно заранее. Расскажите, пожалуйста, вы разделяете точку зрения или всё-таки расцениваете эту действительно беспрецедентную атаку как ответ за то, что произошло с Крымским мостом в эту субботу? Я тут хочу расставить точки над «э», это очень важно, это очень хороший вопрос, он должен точно показать, ну, люди должны понимать, реальные мотивы и реальные действия и господина Путина, и его окружения. Нет, безусловно, все эти удары планировались заранее, причём основательно заранее. Ещё раз подчёркиваю, это большая масштабная спецоперация по нанесению сразу вот такого большого типа каскадных ударов. То есть это нужно было несколько недель готовить вот это всё для того, чтобы сопоставить цели, сопоставить возможность нанесения тех или иных ударов и так далее. Это невозможно подготовить за один и два дня. Смотрите, поэтому давайте здесь точно говорить о следующем. Вот этот удар абсолютно точно, удар по гражданскому населению, массированный, масштабный, вы правы, это наиболее объёмный удар крылатыми ракетами и беспилотными аппаратами в течение всей войны. Он готовился заранее, дальше. И теперь у нас есть такое понимание, что версия о том, что, например, события на Керченском мосту были проявлением, выходом наружу конфликта между силовыми структурами, он дополняется ещё одной версией о том, что именно ФСБ организовало вот эту какую-то странную постановку на Керченском мосту, потому что действительно там полотна упали. Но вы понимаете, что одновременно взрыв прозвучал, когда стоял эшелон с топливом, не двигался, стоял напротив, и удар был как раз, вернее, взрыв как раз был в тот момент, когда этот эшелон так стоял. И, соответственно, мы понимаем, что вот это после сегодняшних всех выступлений, это должна была быть такая пропагандистская эффект, пропагандистский эффект объяснения, почему масштабный удар по критической инфраструктуре, по гражданскому населению, по центрам городов был нанесён Российской Федерации. Безусловно, никто не верит в это. Я абсолютно не сомневаюсь, что и наши партнёры об этом чётко говорят, что они видят несопоставимость масштабов. То есть, если мы даже примем версию господина Путина, что какой-то теракт на Керченском мосту, выглядит этот теракт очень странно, практически отсутствие жертв и практически отсутствие каких-то тяжёлых последствий, и в то же время ты одновременно наносишь удар по двум десяткам центров, городов Украины, убивая конкретно умышленно людей, действительно юридически оформляя террористический тип ведения войны, это несопоставимые масштабы. И поэтому, конечно же, Керченский мост — это одна история совершенно параллельно, идущая с сегодняшним масштабным ударом по гражданской инфраструктуре и по критической инфраструктуре Украины. То есть, грубо говоря, давайте зафиксируем, это очень важно, мы считаем, что сегодня господин Путин юридически подчеркнул, что он ведёт абсолютно конкретный террористический тип войны со всеми необходимыми документированиями этого факта. Удары умышленные, удары наносятся только по гражданскому населению, удары нельзя оправдать тем, что они там били в одну цель и попали в другую, удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по энергетическим объектам Украины. Михаил, ну вот вы как раз сказали, что это такой террористический тип войны, и у нас получается такая деликатная ситуация, необычная, скажем так. На поле боя российская армия однозначно терпит поражение, несмотря на все мобилизации, мы не видим никакого эффекта. И в то же время можно ли предполагать, что дальше ещё больше будет ударов по городам, по каким-то торговым центрам, детским площадкам? Ну, вы правы, абсолютно, Россия на поле боя отступает. Кроме бахмутского направления, на всех остальных, она продолжает очень уверенно, отрицательно наступать. Мы можем так выразиться, да, то есть они километр-два каждый день уступают территории. Более 1200 квадратных километров освобождено на Херсонском направлении. Практически полностью уже зачищена Харьковская область, уже активные боевые действия идут в Луганской и Донецкой области. Соответственно, Россия действительно на поле боя демонстрировать ничего не может и вряд ли сможет, потому что, вы понимаете, когда у вас контрактная армия проигрывает войну, то, безусловно, мобилизационный резерв, который абсолютно не подготовлен, не имеющий амуниции, обмундирования и слаженности, конечно, это не будет дополнительным каким-то козырем со стороны российских вооружённых сил. Это первое. Вторая проблема в том, что сегодня стратегического-то управления нет. Вы видите конфликты между теми же Пригожиным, Кадыровым, с одной стороны ФСБ, который частично играет на их же стороне Шойгу, Геразимов, которые абсолютно подавлены и которые не влияют сегодня появившийся. Неожиданно Суровикин, который, в принципе, сторонник максимально жестокого убийства, массового убийства людей, гражданского населения. Всё это говорит о наличии конфликта, выраженного в элите управленческой, стратегическом управлении. Соответственно, нету стратегического управления как такого. Это будет только ухудшать позиции российской армии. И здесь, абсолютно вы правы, Россия попытается всё-таки доиграть вот эту ставку на прямые удары по гражданской инфраструктуре, по гражданскому населению. Мы это прекрасно понимаем, мы прекрасно это видим. И, соответственно, у нас есть две, скажем так, две хороших новости, две надежды. Во-первых, у России высокоточного оружия очень мало. ВПК, военно-промышленный комплекс Российской Федерации, несостоятельен для производства эффективного оружия. По сути, сегодня Россия количественно перегрузила нашу систему противовоздушной обороны старыми советскими ракетами, просто их слишком много. Вот этот объём ракет, он всё равно уменьшается. Мы понимаем, что это будет не точное оружие, его будет много. Тем не менее, мы будем как-то стараться минимизировать вот эти попадания на наши объекты, в центры городов в том числе. И вторая новость. Вот сегодняшние события, которые развернулись по всей Украине, окончательно сломали, я надеюсь, окончательно сломали общественное мнение в европейских стран, в стран-партнёров, и они перестанут так или иначе смотреть с опаской на Российскую Федерацию. И мы резко ускорим, а сегодня уже есть определённые договорённости, завтра будет экстренное заседание J7, мы резко ускорим получение нами противоракетной и противовоздушной обороны, элементов противоракетной и противовоздушной обороны. Я думаю, что это будет и больший объём, и гораздо быстрее, и мы сможем закрыть всё-таки небо в полном объёме. Потому что действительно, по мере того, как мы будем выдавливать, а мы это будем делать, несомненно, нету ни малейших желаний отказаться от жёсткого выдавливания российской армии с территории Украины, Россия попытается ещё вот несколько таких ракетных ударов нанести. Михаил, вы почти ответили на мой следующий вопрос, но давайте мы с вами проговорим это ещё раз. Ожидаете ли вы действительно полного закрытия неба над Украиной? Абсолютно ожидаем. Сегодня окончательно, ещё раз подчёркиваю, вы правильно делаете, что акцентируете внимание на этом, это очень важный аспект. На сегодняшний день, мне кажется, вот этими ударами Россия окончательно вычеркнула себя из цивилизации. Я имею в виду не Россия, а именно вот эта политическая элита. То есть все уже перестанут вот это говорить, а может быть там как-то что-то и так далее. Сегодня российская федерация подчеркнула, что она ведёт исключительный тип войны, террористический тип войны против гражданского населения, масштабный тип войны, то есть обстреливая всю территорию, не просто линию фронта или где-то рядом и так далее. Сегодня Россия нанесла удары, умышленные удары по гражданским. Соответственно, это резко ускоряет наши переговорные процессы. Мы уже получили в телефонных разговорах, господин Зеленский получил полное заверение от наших партнёров, в том, что необходимо масштабировать военную помощь, масштабировать и ускорить её максимально, и главное закрыть над Украиной небо. Это ключевой параметр на сегодняшний день в этой типе войны. Вы понимаете и правильно ставите акцент. Россия на поле боя не демонстрирует ничего, она будет только проигрывать. Соответственно, нам необходимо максимально быстро закрыть небо, для того, чтобы вот такого масштабного удара больше не было. Михаил, тогда последний вопрос, который в Беларуси касается. Александр Лукашенко как раз говорил о том, что, дескать, Украина пытается открыть второй фронт, и нужно развернуть вместе с Россией какую-то совместную группировку войск. Какие у вас на этот счёт ожидания? Готовы ли вы к такому повороту? Вам, вы когда это говорите, вам не кажется, что это, наверное, не здоровые люди в психическом плане должны комментировать, когда субъект сидит на севере Украины, который ведёт тяжелейшую войну с Российской Федерацией, с масштабную войну, ведёт интенсивно, 7 месяцев. И этот человек вдруг ни с того ни с сего разворачивается и в своём каком-то дивном, иллюзорном мире произносит фразу, что Украина собирается напасть на Беларусь. Смотрите, здесь очень чёткие юридические определения есть. Первое. Господин Лукашенко — субъект со странной легитимностью. Я так деликатно скажу. Второе. С территории Беларуси инфраструктурно, с воздушного пространства Беларуси наносятся многочисленные разрушительные удары по мирному населению Украины. И, соответственно, это юридическая ответственность. Третье. В Беларуси и сейчас находится определённая группировка российских войск, с которыми белорусские войска постоянно проводят учения. И более того, с территории Беларуси, на территорию Украины эти войска уже заходили. Я не знаю, про какую оригинальную группировку этот субъект говорит, но, тем не менее, все юридические фиксации уже сделаны. Всё, что он и как именно он принимал участие в этой войне. И, наконец, четвёртое. Безусловно, наша разведка активно отслеживает всё происходящее в Республике Беларусь. Безусловно, мы понимаем вот эти панические настроения в высшем политическом руководстве Беларуси. И, безусловно, мы готовы к разному развитию сценариев. Но тут есть один важный аспект. Мне кажется, что всё-таки господину Лукашенко нужно придерживаться той линии поведения, которой он придерживался в течение семи месяцев. Россия воюет с Украиной, Украина воюет, защищает свою территорию, освобождает свою территорию от российской армии. Всё остальное, нету никаких попыток куда-то в Украине ещё зайти.